Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости моего канала. Сегодня начнем солить, к холодному копчению готовить. Это код камбала, желтоперая камбала. Вот такая вот она. Желтые перышки, она уже без головы, без кишок, все. Нам надо только ее будет подготовить к засолке, засолить. Завялить и закоптить. Поехали. Вот делаем вот такие вот надрезы, не прорезая хребта. С одной стороны, три, с другой стороны. У кого поменьше, значит, два надреза будет достаточно, у кого побольше. Вот так вот подготовили ее к засолке. После того, как подготовили к засолке, вот такая тара, вот видите, она с отверстиями. Здесь еще решетка. Укладываем такую тару, и она стоит, тара в таре, вот видите, одна во второй стоит. Там внизу еще стоит решетка, чтобы она была как бы на весу, чтобы вся влага, которая будет, тот узлу, который будет выделяться из рыбы, он весь уходил, и чтобы рыба в тот луке не лежала. Укладываем. Вот так вот уложили рыбку. Берем посолочную смесь. Посолочную смесь, смесь соли и сахара 70 на 30, 70 соли, процентов 30 сахара. И слегка вот так вот присыпаем. Распределяем соль по всей рыбке. Вот так вот рыбка камбала будет просалиться в течение трех часов. Рыба вымороженная, разморожена при температуре плюс 15 градусов. И вот так вот она будет солиться в течение трех часов. Конечно, если у кого-то камбала больше, там палтусовидная камбала или сам палтус, то, конечно, время засолки надо увеличивать. Для этой, вот для такого размера рыбки, достаточно будет трех часов. Ну, прошло три часа. Видите, соли посолочной смеси почти уже нету. Сейчас мы просто ее очистим, смахнем, протрем и повесим в ШВС, вялится. Вот крупную камбалу я буду вешать вот так вот. Так сказать, плашмя за хвостик. А мелкую буду вешать наоборот. Покажу, как следующая мелкая будет камбала. Ну, крупная это, чтобы шипы не доставало. Вот так вот вешаю. Ну, если что, можно и средние шипы убрать. Если прям количество большое, вам надо закоптить быстро. Шипы средние убираете. Ну, чтобы не доставало до шипов расстояния между шипами было. Я вот так буду крупную камбалу вот так буду вешать. Ну, а та, что помельче, вот так вот. Вот так вот камбала будет вялиться. Будет вялиться при температуре 20-25 градусов. Три часа вялиться. Час отдыхать будет. Потом еще три часа вялиться будет. А та, посмотрим по состоянию. Если все отлично будет подвялено, начнем коптить. Если мне не понравится, что как она подвялилась, соответственно, будем еще вялить в течение трех часов. Вот мы убрали рыбку. Вот смотрите, что после засолки. Видите, влаги нету, она вся ушла во второй контейнер. Рыбка при такой засолке, ну, чтобы лага уходила, не пересолится, если будет соотношение соли, сахара и рыбы соответствовать. Камбалу главное не пересушить. А когда будет пересушена, она будет уже невкусная. Ну так, на любителя, конечно. Жирок уже будет минимальный в ней, когда она будет пересушена. И в плавничках, можно сказать, самая вкусная там жирок в плавничках, которая находится. Если она пересушится, она будет уже, ну, как по мне, не очень вкусная. Надо нам ее подвялить именно. Подвялить, но потом коптить уже. Ну, теперь подготовим камеру, так сказать, к холодовому копчению. Камбалу коптить. Вот здесь вот этот фильтр. Вот этот, я не знаю, сейчас он поставлен. Поставляется, нет. Вот он раньше поставлялся. Сейчас я его достану. И расскажу вам все подробно. Вот он, вот такой фильтр. Видите, сколько на нем? Гарри. И вот там внутри, вот смотрите, жидкость там. Деготь. Вот каждое, где-то опять копчение, вот туда надо все вычищать. Потому что, когда зону нагревается, потому что, когда зону нагревается, вот там все это расплавляется, вот эта вся жидкость, дым когда проходит, соответственно, дым проходит через этот дергать, и он становится грязным. И получается у вас грязь на продукте. Вот смотрите, камера такая. Все работает. Грязное, но холодное копчение, она выполняет все отлично. Как я сейчас его чищу? Сейчас покажу. Можно, конечно, туда залить жидкость, какую-нибудь, я имею в виду, эту, ну, растворимую, какую-нибудь химию. Подержать-то, все протереть, а потом все это прогревать. Смотрите, там сколько всякой грязи. Но я другим еще способом делаю, когда времени мало. Беру вот горелку, горелку обыкновенную, разжигаю ее, и прям туда все это расплавляю там. Соответственно, вытяжку надо включить. Вон она-то все расплавляется, все, видите? Вот это вот неудобно, вот ее чистить. Видите, там горит, надежно. Так, сейчас лопатку возьму. Сделал специальную лопатку. Вот такая вот лопатка, вот видите, железная. Вот смотрите, сколько грязи оттуда достал. Вон оттуда. Там еще чуть-чуть есть. Это мы сейчас достанем. Вот так надо обязательно чистить, оттуда закоксуется. А то закоксуется сам. Вот здесь вот, который дымоход зольника идет, или там, которая дверь сяка поступает. Она закоксуется, а потом будет очень сложно это все убрать. Так что чистку надо проводить периодически зольника. Ну и вот этот фильтр, его можно самому сделать, если у кого нету, так называемый фильтр. Он выполняет функцию вот туда вставляется, и как получается дым зигзагообразно идет вот так вот, и на ней типа осадок остается, дегтя всего. Тоже я его, чтобы не заморачиваться, с водой, с химией, горелка. Ну просто обжигаю его, оно все выгорает. Видите, сколько на нем подушка какая стала. И все, деготь удается. Сейчас он выгорит. Подальше, сейчас выгорит, видите, этот деготь. Остынет, мы просто его почистим, можно сказать. Так просто, встряхнем все с него, и все, и фильтр чистый. И заодно туда еще раз об остатке убрать все. Все, видите, он зола осталась, сейчас мы его очистим, и все. Он, видите, он почти чистый, прямо вот туда он. Залазил до перегородки, откуда дым выходит, и все это выгребает. Говорю, можно это сделать проще, залить жидкостью, все это потом протереть. Ну я вот так, без всякой жидкости, без ничего просто протереть. вычищаю, выгорает оно, выгорает оно, сам деготь. Ну и вот он сам фильтр. Черненький, но чистенький. Как чистенький? Относительно, конечно, можно сказать, чистенький. Но дегта на нем уже нету, ничего нету, все выгорело. Сейчас мы его вставляем туда, соберем всю эту конструкцию, и начнем. Все, собираем дальше всю конструкцию. Да, и вот идут шипы, я, кстати, тоже горелкой обжигаю, но не люблю это, как сказать, мокрое дело, долгое мытье, потом сушить коптильню эту, все просушивать, вот просто обжег, потом беру, такая у меня щетка есть, вот, длинная щетка такая, с ручкой, и просто вчищаю, все вот так вот. И все. Ну вот так вот, так сказать, можно сказать, частичная очистка прошла успешно. Нет, конечно, ее мою, прям полностью отмываю, но это после, если использую постоянно для холодного копчения, где-то раз в два месяца я капитально ее отмываю, а вот так частично, каждые пять копчений, все очищаю, чтобы был дым чистый, чтобы все красиво было, рыбка там, холодное копчение, или мясо холодное копчение, или сало холодное копчение, чтобы дым был чистый. Черненькое все, но жира нету, грязи нету на них. Вот если было бы для горячего копчения использовать, то ее надо отмывать, очищать, каждый, после каждого копчения, можно сказать. если там курицу делаете, не колбасу, я имею в виду, курица там, жирная, гуси, утки, то после каждого копчения ее надо отмывать от жира, от всего. А для холодного копчения вот такая частичная очистка вполне подойдет. Ну и на поддоне, как обычно, соль. Ну вот кромбола и подвялилась, именно подвялилась, не засушилась. Вот она, мягкая, но подвялилась. Вялилась она 6 часов, ну, 3 часа вялилась, сейчас она отдыхала. Вот такая вот она получается, вялилась. Ну все, пойдем по коптям. Коптить буду в моските, в электроцитической коптильне. Ну вот так вот она будет висеть в коптильне. Все, сейчас задвигаем. Обязательно проверяем все расстояния. Чтоб перышки нигде, так сказать, не были близко к шипам, к минусу, так сказать. Проверяем работу электротетического поля при открытой двери. Все работает. Также убираем ниточку. Проверяем на замкну, точно так же при открытой двери, чтоб нигде ничего не трещало. жужжание легкое слышится. Замыкания нигде нету, треска нету нигде. Ну все, включаем зольник и закладываем дровишки. Коптить буду рыбку на олехе. 100% олеха будет. Вот я разжег дровишки на 300, буквально в течение 15 минут. Видите, сколько дыма? Все, все это, ну это, не открывал бы, конечно, но вот, сейчас покажу вам, сколько дыма. Дым идет, все хорошо. Сейчас включаем холодное копчение и коптим. Коптить я буду не более часа. Через час откроем и посмотрим, что у нас получилось. А получится у нас все отлично. Прошло 30 секунд, как я включил холодное копчение. Вот теперь смотрите, видите, дыма очень мало стало. А вон он идет. Коптим. Друзья, прошел час, дровишки, видите, я уже достал, они вообще даже не догорели. Вот за час, вот они. Сейчас будем открывать и смотреть, что у нас получилось там. Холодное копчение уже отключено. Это я тоже уже отключил. Минут 15 назад дым выходил. Вот еще маленько присутствует дымок. Ну вот смотрите, камбала холодного копчения. За час печатки не одел. Вот за час вот такая вот она становится золотистая. Сейчас мы ее повесим в ШВС. В течение буквально часа еще обдуем ее. Она еще цвет поменяет, еще станет красивее, темней, золотистей. И будем пробовать. А сейчас смотрите, вторая партия, это вот, которые висят более мелкие, вот так вот. Обязательно проверяем все расстояния. И вот здесь все то же самое проверяем. Там расстояние уже буквально сантиметр до шипов. Сейчас обязательно проверим, чтобы не было тресков, чтобы было легкое жужжание. Теперь вот смотрим, вон там, видите вот, расстояние маленькое между шипами и самим. Вот смотрим, чтобы не пробывала искра, чтобы вот бывает на кончиках игл такой ток, такая искринка появляется. Вот где-то он пробивает сейчас. Слышите такой треск такой неестественный? Сейчас проверим, поменяем где-то в нервнистами саму камбалку. И будем коптить. Вот смотрите, я просто вешал, развернул вот это вот, просто развернул. Сейчас она, видите, обратной стороной. Видите, расстояние увеличилось, как бы она маленько сюда съехала. И вот здесь расстояние отличное. Все, никаких тресков, ничего нету. Начинаем копчение. Вот мы и закончили весь процесс, так сказать, копчения камбалы. Ага, нас икрой. Вот, смотрите, мясо. Малосольное, вкусная рыбка. Жиренькая. Вот этот жирок, про который я и говорил. В плавничках. С пивом вообще будет бомба. Всем приятного аппетита. А вот и икра. Всем приятного аппетита и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok